Ход выполнения ремонта на региональных дорогах Верхневолжи обсудили на заседании правительства Тверской области, которое провел накануне губернатор Игорь Руденя. По общей площади ремонтируемых в текущем году улиц и шоссе Тверской области занимает третье место по ЦФО. Планируется, что в регионе приведут в порядок более 2 миллионов 600 тысяч квадратных метров покрытия. Открывая заседание, губернатор Игорь Руденя подчеркнул, при приведении в нормативное состояние опорной дорожной сети Тверской области, ежегодно возрастает роль национального проекта. Если в 2019 году по нацпроекту было проведено около 30% от общего объема работ, то в 2020-м 50% при общем увеличении плана. В текущем году на региональных шоссе будет отремонтировано 16 участков общей протяженностью порядка 246 километров. При этом, как субъект, который выдержал параметры своего бюджета, Верхневолжье получит дополнительные средства из федеральной казны. Видим, что у нас потребность больше, чем возможности в ремонтах дорог. Поэтому мы получаем сейчас по первому траншу дополнительно 650 миллионов. И сегодня мы об этом сказали. И те дороги, которые мы можем в этом году привести в нормативное состояние, на которые есть документация, будут включены в дорожную работу. В областной столице будет отремонтировано 70 объектов общей протяженностью более 61,5 километра. В нормативное состояние приведут 32 дороги в Заволжском и Центральном районах, 34 в Московском и Пролетарском. На многих выполнено уже 90-95% запланированных работ. На заседании Игорь Руденя отметил, что при восстановлении асфальтового покрытия после коммунальных разрытий не всегда используются качественные материалы. Кроме того, губернатор поручил областному Минтрансу совместно с администрацией Твери разработать регламент ремонта улиц после проведения таких работ. Даны поручения по доработке стандартов при ремонте коммунальных сетей в городах, где необходимо соблюдать единый стандарт при ремонте дорог и при восстановлении дорог после ремонта коммунальных систем. Также Игорь Руденя поручил увеличить на дорогах области количество автоматических пунктов веса габаритного контроля транспортных средств, чтобы система могла в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили. Это позволит сократить количество разрушений трасс из-за излишней нагрузки.